Всем привет, дорогие мои зрители! Я рада вам сообщить о том, что я решила вернуть рубрику Впечатлений месяца. Вот такое влога, видео, которое я снимала в прошлом году в конце каждого месяца, то есть в начале следующего, я рассказывала о том, что произошло в моем месяце предыдущем, что меня впечатлило. Событий всегда происходит много, поэтому я их обычно записываю себе на планшет и потихонечку про них вам рассказываю, вспоминая о том, какие же впечатления я все-таки пережила в тот или иной момент. Итак, поскольку мы в конце октября были в отпуске, мы ездили в Эмираты, как вы уже понимали с видео, которое я снимала про ребеночка, с младенцем, про отпуск с ребенком. Как только мы вернулись, Дашке, конечно же, старшей дочке нужно было идти в сад, и она прям ужасно неохотно туда шла, мы еле-еле с ней как-то боролись, причем это так, знаете, совпало. Ей сейчас 5,5 лет, у нее такой сейчас пубертатный период, короче говоря, возраст хаваси. Я представляю, что будет, конечно, в 14 лет, но вот сейчас это такое, знаете, то самое, когда она начинает, ой, я устала, у меня нет сил, помогите, спасите, да, и вот одно дело, когда ладно, у тебя есть, наверное, куча времени, чтобы с ней поговорить, обсудить, там, пожалеть или еще что-то в зависимости от ситуации, но когда у тебя есть 15 минут, чтобы выйти и уехать в садик, она начинает садиться и ныть, и это все переходит медленно в плач, и спасите меня конфетами, короче, ага, вообще, то есть да, такое есть. Про младшего сына расскажу о том, что он научился переворачиваться, он переворачивается только через левый бок, причем, как интересно, вот у меня Дашка, когда была маленькая, она переворачивалась так, она вот, допустим, лежит на спине, и так ногу хлобысь в одну сторону, и след за ней, да, все туловище переворачивается. Федор, это уникум, у Федора самое толстое это щеки, поэтому он щекой как бы раз переворачивается, и за щекой идут уже даже дальше плечи, попа и ноги. Зрелище просто потрясающее, то есть такая идет толстая щека ложится на кровати, после нее следует все остальное тело. В этом месяце я снова заворачилась темой отбеливания зубов. Наверняка каждый из вас хоть когда-то думал по поводу того, чтобы отбелить зубы, когда так вот набело. Вот я, допустим, смотрю, у нас по субботам идет X-фактор, и там Дубцова просто, ее зубы белее белого, я не знаю, все сидят как будто бы с желтыми зубами, одна она такая, а улыбка и белые зубы на весь экран, да, или, допустим, кто там, Надежда Бабкина с вот такими белющими, но нереально белыми глазами, глазами, зубами. И мне первая мысль вообще пришла про зубы, когда там отбеливать их, чинить, чтобы они выглядели хорошо, еще, по-моему, два года назад, когда я начала выступать больше и больше, меня приглашали на телевидение, и, соответственно, сниматься в телевидении нужно с хорошими зубами, поэтому я их резко все пощинила, выбелила и все остальное. Но, опять-таки, агрессивное отбеливание, лично я против, все эти полоски, все это ерунда, после которых зубы болят, после которых зубы чувствительные, которые разрушают вашу, хоть сколько-то там, но разрушают вашу эмаль. Пошла я к своему стоматологу, говорю, Татьяна Николаевна, хочу отбелить зубы, спасите, помогите, она на меня посмотрела, говорит, ну вот наша любимая сода, давай отбеливать. Ну, то есть, вы знаете, как снимают камни, да, содой продувают со всех сторон, и все, там профессиональная очистка пастой. А я говорю, нет, вот хочу зубы, как вот дубцовая, хочу голливудскую улыбку. Она мне объяснила, что Нина, давай так сделаем, чтобы как бы стоматология осталась стоматологией, бизнес остался бизнесом. То есть, если ты хочешь отбелить зубы, то мы можем тебе вот таким образом, они у тебя станут там на полтона или на тон белее, чем они у тебя вот за год, да, как, в последний раз я делала очистку такой год назад. Но если ты хочешь именно вот такие белые, то тебе нужно портить зубы. Либо накладывают виниры, когда вам стесывает свой реальный зуб, живой, и на него сверху наклеивают вот такую пластинку, как бы керамическая, не керамическая. Но суть в том, что, может, это не так уж и плохо, но за ней нужен уход. Понятно, да, что, ну, грубо говоря, зачем себе портить свои живые зубы, которые еще нормальные. Причем, кстати, вот оттенок зубов, который мы имеем, самый, скажем, здоровый, который меньше всего болеет, как я узнавала, он именно не самый белый должен быть. Он должен быть, ну, собственно, как у меня. И я звезда самыми здоровыми зубами, да. На самом деле, нет, мои зубы не такие уж и здоровые. Все время приходится подчинивать. Я вот как раз вот в этот раз пошла к стоматологу, потому что после беременности, после рода нужно было все-таки сходить. Мне все-таки нашли даже кариес в одном зубе, делала себе пломбу, отбеливала. В общем, привела все в порядок. Отделалась, можно сказать, легким испугом после второго ребенка, потому что после Даши это был просто завал. У меня полетели, даже не хочу вспоминать, был ужас, короче говоря. В этот раз все было просто замечательно относительно. Так вот, рассказала она мне еще про одну фишку, которая сейчас есть. Ее у нас в Украине еще нету. Сказала, что можно заказать из Америки. Это такие накладки, которые, ну тоже не то, чтобы, там не так, чтобы стесываются прям зубы, как при винирах, а там все равно, вот как полируется, вот как мы ногти полируем, чтобы нарастить, допустим, да, гелевые. Также и зубы полируют, точнее не полируют, а как наоборот, да, делают их не полированными, делают их негладкими, чтобы они были, цеплялась за них поверхность какая-то. И на них надеваются такие пластинки, которые вставляются впритык к десне. Но, как она мне объяснила, они все равно требуют особенного ухода. И вот это расстояние между зубом и десной все равно туда что-то попадает. Его нужно вычищать, и все равно со временем нужно его вычищать содой. И как виниры, так и вот эти накладки, есть всегда вероятность того, что во время очистки содой оно все послетает. То есть вот так. Короче говоря, она меня немного успокоила тем, что сейчас все равно что-то происходит, пытаются найти какой-то такой способ сверхбелых зубов безопасно. Поэтому я подожду еще лет 10, пока что-то придумают специально для меня, безопасное, полезное, не слишком дорогое. Я обязательно сделаю, но как-нибудь похоже. Поэтому сейчас буду довольствоваться тем, что у меня есть, своим естественным светлым цветом зубов. Не слишком, потому что такой желтый. Дальше. О, да. В этом месяце я выпустила целых троих стажеров. Я, как вы знаете, слингоконсультант. Я член направления лиги слингоконсультантов. И я являюсь куратором. Я принимаю стажировку у тех, кто хочет стать также сертифицированным слингоконсультантом. То есть мне сдают такие своеобразные экзамены, тестирование. И мне сдают стажировку. То есть при мне будущие консультанты обучают людей пользоваться слингами. Я, в общем-то, решаю, правильно или нет, указываю на ошибки. И в итоге принимаю или не принимаем в лигу слингоконсультантов. Так вот, это были мои первые три стажера, которых я выпустила. Потому что кураторы меня взяли, по-моему, с лета. И на это время я была беременная, как бы мне стажеров не давали. И вот, наконец-то, мне их дали, когда вот в конце беременности. И они все прошли прекрасные тесты. И я очень довольна, потому что первый стажер, который мне дали еще, по-моему, весной, он завалил тесты так себе. И у меня стажировка была ужасная. Просто я так расстроена была. Думаю, боже, что такое, такое плохое начало. На самом деле, потом дали наших украинских консультантов прекрасных, которые просто на ура все сдали. Я очень довольна, большие молодцы. В этом месяце было что-то странное за здоровье дочки. У нее была кровь из носа, шла несколько дней. Она у нее началась в садике. И ее не могли остановить. Медсестра не могла остановить кровь из носа. И вызвали скорую, отвезли. Там сказали, что она, типа, колупалась в носу. Но в садике говорят, что она не ковырялась в носу. И Даша говорила, что она тоже не ковырялась в носу. Ну, ладно, подумали, как бы врачи шарят. Но прошло какое-то время, дома опять пошла кровь. И ночью пошла кровь, и на следующий день. То есть, кровь пустая нашла. И непонятно, что это было. Мы в итоге вот эти пару дней пережили. Вроде как перестала. Будем смотреть дальше. Если будет повторяться, уже будем к каким-нибудь, не знаю, более квалифицированным врачам обращаться. Потому что, если это был просто сосуд, который постоянно там взрывался, да, грубо говоря, то, может, не так и страшно. А если по прошествии какого-то времени снова начнет это повторяться, то, наверное, все-таки нужно что-то думать. Может быть, для укрепления стенок сосудов. Или искать причину в другом, почему идет кровь с носа, которую нельзя остановить. В ноябре была уйма встреч, которая, я не знаю, наверное, за последний год не была на таком количестве встреч, как именно на этом. Во-первых, был Бьюти Девишник, где мы с Наташей Нафи, с Кристиной девочкой, тоже у нее есть свой канал, встретились в спа-салоне. Там мы, в общем-то, отдыхали, купались. И это было очень приятно и мило. То есть, такая очень милая женская встреча, я бы сказала. Потом также я ездила на презентацию Урьяж. Вы знаете, что я большой-большой фанат марки Урьяж. И компания Урьяж нашла мой канал, нашла мои ролики, пригласила на презентацию их продукции. Я с удовольствием пришла, и там рассказывали очень подробно про продукцию, про такую как оздоровительный центр, который находится в Альпах Урьяжевске, на именно термоисточнике. Боже, так невероятно. Было бы очень здорово, наверное, чтобы нас туда еще и отправили, чтобы мы посмотрели и попробовали все на себе. Но вообще я в полном восторге, если честно. Вы знаете, что я обожаю косметики этой марки, и буду еще вам про них рассказывать. Поэтому не подумайте, что это какие-то спонсированные обзоры или что. Я действительно, ну вы знаете, что я годами пользуюсь этой маркой, и люблю эту продукцию, и как бы что-то подходит, что-то не подходит. Но тем не менее, говорю вам все как есть, поэтому не переживайте, каких-то оплаченных обзоров не будет. Третья встреча – это встреча Color Me. Наташа, нафи, боже, вообще большая молодец-трудяшка, она организовала суперкрутую встречу компании Color Me. Color Me – это наша украинская компания, производство их косметики находится в Италии, насколько я поняла. И вообще, почему мне было интересно именно Color Me, потому что этой косметикой пользуется школа Найды. А вы знаете, что я самый большой фанат школы Наталии Найды, я мечтаю туда пойти учиться, как, знаете, для меня, вроде как повышение квалификации в карандашной технике. Это запредельная мечта, но сейчас нет возможности с ребенком, возможно, он подрастет, и я туда схожу. Стоит, это, конечно, дорого, время не потратить нужно куча, но оно стоит, того однозначно, я вам просто уверена. Так вот, еще особенность этой марки в том, что карандаши, которые они делают для губ и для глаз, они делаются на том же заводе в Германии, где производятся карандаши Cascade of Colors. То есть, можно покупать их для карандашной техники, это приемлемая цена, и самое главное, они продаются у нас везде в Ева, в магазине Ева, в Ватсонс, в Бомонд, в общем, практически везде, в Космо можно купить Color Me. И очень интересная продукция, я периодически буду показывать вам в разных макияжах, что я использую, и потом, может быть, сделаю отдельный обзор, если хотите, конкретно на то Color Me, что нам подарили при этой презентации, какие продукты. В общем, если интересно, напишите, буду делать обзоры. И четвертая встреча, это, конечно же, встреча YouTube-партнеров долгожданная. Ну, честно говоря, у меня был такой несколько горький опыт, когда я ездила с девочками на встречу на девичник, да, бьюти-девичник, у меня видео есть отдельное, потому что оказалось, что если я езжу куда-то без сына, то он без меня не ест. Молоко, которое я сэживаю, да, оставляю, он не ест ни из ложки, ни из чашки, ни из шприца, ни из бутылки с соской. Он не ест никак вообще. То есть он просто голодный кричит. И это для меня просто был шок, как получается так, что я могу уйти из дому максимум на 2-3 часа, там, на 4. А когда мы ездили на YouTube, это вообще был хаос, потому что я попала в такие пробки, что у меня не было часов 6. И я просто настолько виновата и пришла себе. Я махаймай, там, и всё такое. Ну, конечно, я шучу, и не думаю, что там прям что-то такое существенное случится из-за одного раза. Но всё-таки неприятно, да. Теперь мне приходится всегда везде брать с собой Фёдора. Я, в принципе, ничего от этого не теряю, но, конечно, приходится много внимания ему уделять, да, когда, допустим, хочется с девчонками поболтать. Ну, это материнство, это всё нормально. Так это, в принципе, тоже приятно. И девочкам, кстати говоря, тоже очень приятно видеть моего Фёдора. Все его тискают, все его любят. Наташа Нафи вообще записалась уже к няньке. Поэтому, в принципе, не проблема. Особенно учитывая, что по секрету всему свету... А, почему по секрету? Вы, наверное, знаете об этом. Я уже во всех соцсетях раструбила о том, что 21 декабря я лечу с Фёдором в Донецк на один день. Поэтому, дорогие донецкие подписчики, я буду очень-очень-очень рада вас всех видеть. Приходите к нам на встречу. Ссылку на группу ВКонтакте, точнее, не группу, а мероприятие я вам оставлю под этим видео. И приходите все. Я буду очень-очень рада видеть отлично все вопросы. Всех люблю. Так, удивительная вещь. Просто в шоке, просто в шоке, в шоке, в шоке. Весь месяц я попадаю... Когда, допустим, беру планшет, или смотрю на часы, или смотрю на часы на компьютере, или там дома, или ещё где, я попадаю на счастливое число. То есть, это либо 10-10, либо 11-11, либо там 12-12, как угодно. Я сначала, ну так, попала да попала. Потом я реально замечаю, что я попадаю именно в это время. Мой муж вообще начал на меня хихикать, говорит, ты, наверное, смотришь каждые 5 минут, поэтому по-любому когда-то попадаешь. Но я ему уже показываю, что вот, смотри, я вот пришла там с работы, включила компьютер, как только он запустился, мне сразу выдаётся вот это число. И как бы, я так понимаю, что наверняка Вселенная пытается мне подсказать о том, что Нина, загадывай желание. И да, я себе придумала желание, и я его весь месяц загадывала. Боже, боже, лишь бы оно сбылось. В этом месяце также у меня случился впервые за эту лактацию лактостаза. У меня ребёнок ночью что-то такое вытворял. Короче говоря, он хватал грудь, начинал сосать, как только насасывал то, что называется прилив молока, да, окситоцин, когда идёт выброс молока, он раз и засыпал. В итоге он так сделал, сделал, по-моему, 4 раза за ночь. У меня к утру вот такая грудь, опухшая, болящая. Я его быстро-быстро туда, он, конечно, это всё быстренько рассосал, буквально за 2 часа, но, тем не менее, я хорошо протемпературила. Я день пролежала с температурой 39, которая сбивалась до 38,6, не ниже. Такая вся несчастная, еле ходила, не могла ребёнка реально взять на руки, потому что такая слабость была просто жуткая. Мому уже пришлось остаться дома, не поехать на работу, чтобы спасать меня в этой ситуации. И последнее, последнее, очень важное, очень-очень-очень важное. Я похудела на 5 килограмм с 63 до 58. Это очень приятно, я считаю, что это хорошее достижение относительно того, что я сижу на системе минус 60. Я думаю, что всё впереди, у меня очень хорошо получается. Это чувство голода по вечерам, оно приятное, чувствуешь себя просто королевой, такой, каждую косточку хочется у себя прощупать, потому что, да, когда ты худенькая, вот когда ты не поела, и так чувствуешь себя прям такой изящной, лёгкой, летящей, элегантной. Ну что же, вот такое вот было возобновление моей рубрики «Впечатления месяца». Я надеюсь, вам оно понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и не пропускайте новые видео. Я надеюсь, это видео не получилось слишком сумбурным, потому что я, так знаете, немножко пытаюсь раскачаться в ту тему, которую я делала в прошлом году. Может быть, в этот раз не очень хорошо вышло, но обещаю, что в следующем месяце будет всё очень-очень-очень классно. Всё, всех люблю, до встречи, пока! Субтитры подогнал «Симон»